приветище это и и и и чё это во что я играю сатисфакторе конечно что ты не подводите меня мои извильны сатисфакторе в прошлой серии мы занимались развитием инфраструктуры нам не хватало компьютеров вот таких вот компьютеров теперь у нас их в достатке я уже все перетащил в наш хапчик пойдем скорее туда отправим дрончика наверх вот оно вот оно мое счастье все запускаем дрон давай мы сейчас на него залетим еще раз попытаемся на нем улететь куда-нибудь наверх и снова наш дрон размазался и застыл в небе но благо я по нему могу бегать как с высоты смотрится мой заводик но на самом деле очень маленький вон машина едет смотри вон она перемещается причем как-то странно да а все потому что мы находимся слишком далеко и это сделано в целях оптимизации игры значит что мы получили в расширенной энергетической инфраструктуре топливный генератор конвейер 4 уровня нереально мощный конвейер между прочим конвейерный лифт и улучшенный сканер который будет искать катерную руду по моему именно эта руда позволит нам делать экзоскелет и позволит искать на моем горбу больше всяких предметов и тому подобное именно про это писали в комментариях но об этом чуть позже я бегу на такси надо успеть она как раз подъезжает таксончик или он уехал набор а нет вот он вот он приехала как раз таки ништяк садимся на него и поехали кстати давай-ка посмотрим кто быстрее трактор движется со скоростью 40 километров в час примерно давай я бегу я бегу вот на спринтах его почти догоняя если сделала так коп все полетели нифига себе он все равно быстрее чем я ну да кто бы на что надеялся мой план провалился падаем подкат дальше полетели ну слушай я думаю он со скоростью 45 километров в час едет а я наверное 40 лечу ну короче смотри я в принципе прибежал а он только грузится вообще в принципе можно и на своих двух бежать не ждать этот таксон ну что куда значит как говорится тому подобное если не так то как то по-другому вот так воткнем наш генератор о здоровый то у меня материалов нет чё сюда перси ну ладно поехали тогда обратно короче стою я такой кую кую вот эти вот моторы и понимаю что там же что-то еще было пятая деталька и смотрю короче сейчас я тебе покажу чуть за фигня думаю сверх проволока где такую выстрелить то сверх проволока ёкарный сейчас посмотрю подожди есть у меня такая я умею вообще ее делать сверх проволока ты где так 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 давай заглянем в нашу книжечку в нашу библиотеку сверх не так сверх сверх нет вообще такого проволока просто есть проволока есть по ходу нам нужно исследовать эту сверх проволоку похоже настало время искать жесткие диски что это был за выстрел а дрон возвращается вон он летит я думал сейчас на меня упадет чуть не очканул ладно значит я беру свой противогаз вот он я его сейчас нет я его потом надену потому что совместно с противогазом я не могу использовать джетпак и мы с тобой отправляемся на поиски жестких дисков о блин как же давно и здесь не было тоже капец проверить хочу у меня тут никаких повреждений нет вам птицы летают углем занюхивают вроде все пучком все работает огонь но прибыл я сюда не для этого нам нужно сейчас попасть вон туда ну вот собственно и прибыли вроде бы тут больше ничего нету тут сейчас будет куча газа а где газ почему его не вижу странно сейчас я вот сюда забегаю появляюсь здесь газа не видно очень странно а вот вот сейчас появится там еще чудик бегает все одеваем короче противогаз сейчас будет жесткое задымление берем вот эту штуку погнали все я в противогазе смысле смысле в противогазе давай девай а я не то маску надо а я хотел фильтр одеть все я здесь мы дышим что это компьютеры 7 штук забираем ай-яй-яй-яй-яй что ты творишь здесь а это ж газ а если мы тут с тобой подорвемся агантин тут раз фигачил понаставил свои все давай валя отсюда свалился как настоящий бугай вот нас тут компоненты для компьютеров платы всякие что еще мы тут видим модульный каркас но теперь самому главному что тебе нужно чтобы тебе открыть роторы да у меня их собой целая куча открываем жесткий диск забираем мама я придачу вам жесткий диск давайте его изучать вот пожалуйста 10 минут ок вот лишь моя дырявая башка надо было прочитать что тут написано тут же написано что высокая проводимость и устойчивость коррозии делают катерий идеальным материалом для производства небольших электронных устройств нового поколения то есть это катерий нам нужно катерий найти и потом все станет явным надеюсь на это ищем катерий 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 катерина где вы киви есть поблизости по моему катерий был он там где топливо у нас чуть нифига пока не нашлось а что то есть что то есть в километре от нас ну пойдем сходим 200 метров осталось он где-то здесь тут у нас начинается вода туда я не полезу точно так что по 100 здесь грузовичок катерий скорее всего находится где-то здесь вот и где катерий до спрятался вот этих сейчас нафиг всех размотаю разрежу напополам оторву лапки попки и крылышки то где ж ты а тут еще и этот четвероногий другом бегает как вы мне задолбали то этот поменьше он быстро его размотал отлично забираем это тоже забираем пригодится перекусим переработаем значит добываем катерий богатыми изображения между прочим все 72 штучки ну чё там о отлично наконец-то маман изучила значит жесткий диск но тут какая-то неведанная пурга которым нам нафиг не нужно знать за тяжелый железобетонный каркас ладно давай возьмем каркас подтвердить сейчас мы еще заодно изучим ингулятор начать изучение в катере он появился он появился здесь наконец-то значит сейчас мы его изучим сейчас у нас короче будет эксперимент ставим точилу сюда теперь надо грамотно встать чтобы мы не помешали нашему трактору вот так вот встаем здесь сейчас как только он здесь проедет мы сразу же стартанем посмотрим кто быстрее едет на старт внимание марш поехали поехали а у нас гинул и так трактор на подъезде он сейчас заедет сюда врубаем мигалку чтобы у нас видел набираем скорость давай 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 трактор ножи 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 он заряжает мы набираем тоже скорость все погнали 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 поехали скорость 53 километров в час и чем он быстрее или равно едем мы с ним едем ноздря в ноздру ты посмотри я щас притормозил чтобы он нас догнал ты гляди ваш п то есть 55 километров мы едем сопровождаем наш трактор с мигалкой хорош надо убрать ее то есть по скорости смотри хотя мы отстаём от него потихонечку наверно 50 километров в час все таки едет чёрт только не мы только нет я думал он сейчас укокошит наш укокошит нашу мото тележечку а у нас как раз в мма закончились исследования пойдем туда котери закидывать маман маман это тут притащил кое-что новенькое называется котерий значит держи и следуй всего три секунды у нас есть есть исследования теперь смотри мы можем делать выплавку с этого котерия изучаем значит этот сплав есть надеюсь мне хватит вот у нас верх проволока отлично а чтобы ее изучить нужно 50 слитков котерия понятно ну чё пойдем значит делать бур там наверху пришло время добывать с тебя руду в большом количестве ставим значит буровую установочку вон в ту сторону может быть и в ту в ту потому что там у нас конвейерная лента угля можно к ней подцепиться так а электричества то у нас тут нету точно как я это все буду добавить не продумал не продумал ладно фиг с ним разбираем пока добываем все вручную кстати подожди у меня же есть вот такой вот бур че вручную буду мелочиться тут добывать ставим значит сюда бур и он нам сейчас быстренько тут все добудет давненько ими кстати не пользовался очень удобно уже 30 куда был неплохо ну все набрал короче тут двести семьдесят две кучи уже 281 ладно 300 сейчас наберем и побежим гляди что у меня тут происходит меня тут сопровождают как это все необычно выглядит но если я щас а как он поткнулся прикольно до этого он конечно втыкался в мою мягкую пятую точку было мне больно получается карма сработала ну что пришло время переплавить все эти слитки 50 слитков уже набил точнее наковал так что можно сразу же отправляться в исследовательский центр и изучать вот это что а вот это подожди уберись это что нам даст увеличенный объем инвентаря но это скучно значит исследуем наконец-то сейчас у меня будет сверх проволока а дальше и топливный генератор все мы изучили а это что такое заплайн о здесь есть прикольно а я о нем мечтал катерина электроника 100 вот такой проволоки она у нас будет пока так получается что нам нужно производить эту проволоку теперь а йо чё-то я где-то в расчетах ошибся подожди-ка с 50 слитков катерина как блин почему как его назвали катерин и вечно забывать катерина катерин и слиток господи не назвали же короче с 50 катерин и слитков я получу 250 сверх проволоки где-то погрешность каких-то моих расчетах их чё по два делают вроде бы смотри а по пять штук их делать за раз все тогда теперь ясно но это же должна на руку даже сейчас еще слегка и выковаем чтобы отправить сразу 50 в исследовательский центр и 50 нам на топливный генератор а здесь соточка нужно вообще ну ладно забирайте все 100 что там нам открылось ухты нифига это что такое экзоскелет я его уже сейчас могу сразу сделать ты прикаляй но смысле не сделать а изучить а что еще у нас тут есть умный разветвлитель это это тот разветвлитель который будет сортировать мне все о котором мне тоже писали в комментариях но наконец-то добрался до него так сперва нужно изучить вот это это ограничитель и и за 150 сверх проволоки ровно то количество которое нам нужно сейчас значит закидываем начале на изучение экзоскелета начать исследование пять минут будет изучаться экзоскелет ну допустим я успею за это время сесть на мою нефтяную промышленность сейчас как джеймс бонд врываясь на свой мост кидаю свою табуретку и еду это застрял вкидываем табуретку давай 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 я вбегаю прям в нее и поехали как то все не так получилось как я хотел опа на сейчас у нас будет стычка а нет не будет я с края проеду фух сейчас нужно поломать головеночку свою куда воткнуть этот топливный генератор поскольку в него нужно вливать топливо логично что мы его должны поставить где-то вот тут вот где у нас цистерна с топливом что у нас в цистерне вообще по топливу 200 но почти 300 кубометров предлагаю воткнуть где-то здесь я думаю топливный генератор хотя что-то он походу тут не влезет дерево мешает ну вот местность прочищена теперь попробуем его сюда вставить блин он такой огромный что походу ничего сюда и не вставится сейчас вот сверху отсюда будет виднее опаньки ну да здесь не воткнется только сюда о гляди еще вот сюда могу поставить ну давай поставим там вот и чудесно сейчас мы подведем сюда трубу вначале нужно поставить здесь разведлитель вот такой сейчас бомбанем здесь как нить давай к верху его поставим вот и теперь трубой вон туда и и теперь все это дело подсоединяем к нашей сети вот заработали поршни топливные это короче и большой двигатель только из него здесь сделали большой промышленный такой механизм что у нас по электроэнергии посмотрим у электроэнергии нас теперь дофига 150 мегаватт в секунду это очень хорошо давай мы сейчас закинем сюда еще модули разгоним но в общем теперь наш генератор производит 300 мегаватт в секунду практически как угольный да поехали скорее на базу делать экзоскелет мама экзоскелет завершён по анализу он теперь у нас имеется наверное производится здесь день 10 у нас вот он экзоскелетик у меня все есть кроме сверх проволоки сейчас мы ее добудем а может быть даже не добудем а купим пойдем в магазин сходим а то мне лень туда бежать далековато капец до сверх проволока она стоит вообще фигня за один купон 500 проволоки конечно купить чудо утилизаторы сколько ты там купончиков мне уже сделал пять купонов отлично печатаем и того у меня 19 купончиков скоро пойдем в магазин затариваться ну наконец добрались до него причем он по моему только на ноги этот экзоскелет сейчас его одену какое его отделение закидывать наверно сюда да так и что теперь чем дает экзоскелет для голени позволяет быстрее бегать и выше прыгать также смягчает удар при падении на но прыгать да действительно я стал выше и наверное быстрее о нифига си как быстро прикольно черт я забыл что джетпак то нет как же плохо без него так нифига си вот эта скорость ничего себе ничего себе слушай да я теперь наверное шустрее трактора вот как раз трактор едет сейчас мы на него запрыгнем а он меня сбил смотри как экзоскелет странно как-то экзоскелет смотрится ладно значит не только он может монстров сбивать но еще и меня так давай проверим на спринтах быстрее я или он все я бегу я за ним бегу чё да ладно эти обгоняю что ли так вроде наравне теперь он отрывается если я вот так вот сделаю а если вот так вот а так я быстрее ничего ж себе нифигашечки сейчас мы еще на ровной дороге попробуем все подъехали к прямой сейчас начнется забег итак погнали я вперед него побегу все вроде разгончик набрал слетел черт ай досталось нет давай вставай шашлык вставай побежали скорее догонять о вот это прыжки вот это конечно да ну слушай таким макаром я его догоняю довольно быстро теперь я шустрее чем машины офиген а да что ж такое-то вставай а то нас опять собьют час повторно но же короче опасно по этой дорожке бегать лучше другую найти занятия спортом это конечно хорошо но все вот я перегнал и ну в общем я убедился что теперь я быстрее любой машины ну посмотрим что еще мы можем сделать из катерий так проволоки у нас сейчас достаточно ну вот например зиплайн можем исследовать давай изучим почему бы нет давай зайдем в чудо магазин и прикупим себе стены давно хотел с такими окнами но прежде я хочу фундаментные вот такие штуки купить и конечно же стены с окнами купить вроде бы все на 14 купонов я все это покупаю чертежи мне теперь доступны давай смотреть фундамент во первых у меня есть теперь стеклянный офигеть я хочу посмотреть на него как он выглядит вообще о круто ну-ка делайся офигенно слушай очень классно особенно если на высоте его сделать зашибись будет опускаю здесь будет для виду какой еще есть каркасный фундамент вот как он выглядит тоже для виду пусть тут будет также у нас есть основные колонны я очень их хотел ничуть себя не мощный ты посмотри эти колонны офигеть просто мимо завершил исследование сейчас я приду середина колонны то есть мы их можем еще наращивать вот так вот офигеть тут реально можно завод построить но в смысле внутрянка завода то у нас имеется а вот внешне это какая-то бомжатня и теперь при помощи этих колонн и фундаментов я могу сделать нормальную внешку завода что еще вершина колонны а вот как это все будет выглядеть о да вот это классно по стенам я хотел окна увидеть вот они эти окна давай сделаем небольшой квадратик и в нем все четыре вида окон поставим ну-ка смотрим но слушай такие чисто заводские окна грязенькие уже поляпанные видавшие виды вот это больше похоже на открывные какие-то ворота это окно больше для проходной какой-нибудь какого-нибудь плавильного цеха мама приветки так это мы зиплайн изучили покешки вот для этой штуки что еще там нужно покажите мне вот давай изучим этот и чтобы сделать умный разветвитель всего три секунды изучили так под инвентарь нужно обычная проволока 500 единиц потом принесем а чтобы умный разветвитель мне нужно сделать вот такие вот коробки ограничитель и так что там для них нужно ограничитель и вот зиплайн для зиплайна нужен электрошок сейчас мы его сделаем все на щеки имеется и зиплайн у нас тоже теперь имеется а где это и и будка и и где ты что-то я тут не вижу вот ограничитель и блин но нам их не хватит потому что нужен десяток ну ладно делаем сколько есть сейчас мы на новом зиплайне спустимся вниз я же правильно понимаю что он на проводах используется этот зиплайн берем зиплайн значит вот он цепляемся к проводам нам вон туда вниз круто югу это какой-то электрический зиплайн а наверх получится нет и наверх тоже нифига себе классная штука очень круто а я теперь получается по проводам могу и до ой упала и до угольной промышленности добраться так а мне знаешь что еще интересно как от столба к столбу происходит все это дело я долетел отцепился а ну все понятно ясно все десять этих и и ограничительных сейчас будем исследовать и у меня будет умный разветвитель пять минут пять минут пять минут но они будут уже в следующей серии сегодня была насыщенная крутая серия прям бомбезны и экзоскелет и зиплайн и топливный генератор что только мы сегодня не сделали если понравилось то не забывай ставить лайк и подписаться на канал если еще не подписан чтобы не пропустить следующих уморительных и крутых невероятных серий увидимся между прочим на них так что до встречи